Сегодня в Москве умер Евгений Примаков, журналист, востоковед, разведчик, дипломат и премьер-министр. Он возглавлял российское правительство в самый трудный, кризисный период после дефолта 98-го года. Активно продвигал доктрину многополярного мира, исключающую притязание США на мировое господство. Все помнят, как летевший с визитом в США Примаков приказал развернуть самолет над Атлантикой, узнав о начале натовских бомбардировок Югославии. Примаков умер после тяжелой и длительной болезни. Было ему 85 лет. В какой-то момент казалось, что этот человек возглавит страну. 98-й год. В России дефолт. Слабый и больной президент Ельцин назначает нового премьер-министра, который без сантиментов громит либеральные установления. Это теория о том, что бросит все в рынок, и сам рынок все установит, сам рынок все решит. Она абсолютно не оправдается. Евгения Примакова было нелегко сбить с пути. Он еще в 70-е заведовал Институтом мировой экономики и международных отношений, где готовились секретные доклады для советского руководства. Его аналитический ум ценил Горбачев, который и продвинул Примакова в политическое руководство. Академик Примаков и во власти был академичен. Лишь иногда его отчаяние от состояния дел в России прорывалось наружу. С пенсией не сможем до конца года расплатиться. С детскими пособиями не сможем до конца года расплатиться. Не сможем. Ну режьте, убивайте, не сможем. Вернуть госрегулирование, сломить волю удельных князьков, жестче контролировать налоги и вывоз капитала за те 8 месяцев, что Примаков возглавлял правительство, уже начали проступать контуры той России, которая сложится потом. Это Примаков запретил членам правительства общаться с прессой. Это он ввел в оборот выражение «многополярный мир раскачивать лодку и контрпродуктивно». Как только он стал опасным конкурентом, Ельцин отправил его в отставку. И только природное чувство юмора позволило Примакову справиться с этим ударом. Потому что, как знали близкие друзья, за этим непроницаемым обликом, под черными очками скрывался любитель застольей, знаток доброй шутки и поэт. Он вырос в Тбилиси, поступил в Московский институт востоковедения на арабское отделение и провел юность в интересных журналистских миссиях на Ближнем Востоке, где и познакомился с Саддамом Хусейном, Тариком Азизом и лидерами иракских курдов. Про Примакова говорили, что он агент КГБ, но он отвечал, что двигался по линии ЦК КПСС, а это исключало контакты с разведкой. Что не помешало ему в 1991 году стать главой внешней разведки России. В 1996 году Ельцин сделал его министром иностранных дел, где он продолжал отстаивать то, что говорил всегда. Мы негативно относимся к расширению НАТО по-прежнему, и мы не хотим этого дела. Что касается их интересов, этих стран, которые поступают НАТО или присоединяются, ну поживем увидим, как говорится. Именно тогда Ельцин заговорил, что Россия может наперекор Западу повернуться на Восток, а позже Примаков совершил знаменитый разворот над Атлантикой, когда узнал, что НАТО начала бомбить Югославию. Столь неожиданная отмена визитов США вызвала резонанс во всем мире. Евгений Примаков до последнего поддерживал контакты с теми людьми, которых на Западе называли диктаторами, но которые с сегодняшних позиций кажутся опорами региональной стабильности. Последний поход во власть Евгений Примаков совершил в 1999 году, когда примкнул к мощному блоку Отечества вся Россия на выборах в Государственную Думу. Против него были использованы технологии черного пиара. Примаков прошел в парламент, но результат был ниже запланированного, и постепенно он ушел из политики, став президентом торгово-промышленной палаты. Миссии Примакова не всегда оказывались выполнимыми, но не потому, что он что-то делал не так. Просто его идеи опередили время и пережили его самого. Свои соболезнования родным и близким Евгения Примакова выразил Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин встречался с Примаковым совсем недавно, примерно месяц назад, когда политик прислал ему свою новую книгу. По словам Пескова, президента всегда интересовала точка зрения Примакова на мировую политику. Примакова всегда считали государственником и прагматиком, имевшим в середине 90-х множество политических оппонентов, но даже они всегда называли его кристально честным человеком, оказавшим большое влияние на современную российскую политику. Наш обозреватель Владимир Кондратьев, который лично знал Евгения Примакова, и не раз с ним общался, присоединяется к нам в прямом эфире. Владимир Петрович, ну, если можно, ваши личные воспоминания? Ну, я познакомился с Евгением Максимовичем в начале 90-х, тогда он возглавлял внешнюю разведку. Благодаря ему я стал единственным иностранным корреспондентом ФРГ, которому удалось побывать святая святых немецкой разведки, в штаб-квартире Бундеснахрихтинденспулухи под Мюнхеном. Помню, был сильнейший снегопад, я ехал туда на машине и сильно опаздывал. И все время звонил Примакову и должен сказать, тот не был раздражен опозданием на мероприятие. Говорил, что, конечно, жизнь дороже. Вообще к прессе у него отношение было очень доброжелательным, наверное, потому что он сам много лет отработал сначала на радио, потом в «Фравде». Только Примаков, ставший министром иностранных дел, мог позволить корреспонденту, то есть мне, во время его визита в Берлин, присутствовать полностью на переговорах о судьбе русского дома культуры, который тогда некоторые дельцы хотели прибрать к рукам. Я освещал немалый его поездок по Европе, Вену, Женеву, Брюссель. И когда вернулся в Москву, то по старой памяти, плохо еще зная строгие правила пресс-службы, обращался к Примакову, ставшего уже премьер-министром, довольно свободно. Помню, как в «Белом доме» он говорил мне, что мечтает о 4 миллиардах долларов в бюджете. По нынешним временам сумма смешная. А в коридоре Кремля сетовал на то, что в стране всего 3 человека, умеющих считать бюджет, кого назначать министром финансов. Он любил, чтобы ему задавали вопросы, а когда вопрос казался неудачным, то задавал его на желаемую тему себе сам, чтобы лучше войти в ритм. Человек академического склада ума, он не мог не писать книг о Ближнем Востоке, о политической жизни страны и мира, о себе. Несколько книг он мне подарил, и помню, как жаловался на то, что издатели слишком задирают цену, мол, не каждый может позволить себе купить его воспоминания. Евгений Максимович, как мало кто другой, заботился о своей репутации. Я был у него дома, на правительственной даче, по 2-му Успенскому шоссе. Очень скромная обстановка, доставшаяся еще с советских времен, потертая мебель. И, что важно, Примаков не хотел дачу приватизировать. Стеснялся. Помню, даже советовал со мной, журналистам, стоит ли ему возглавить совет директоров одной известной компании. Как это будет расценено общественностью. Это был один из немногих политических деятелей, кому можно было позвонить и договориться о встрече лично. Примаков, как правило, никогда не отказывал. К сожалению, последняя попытка окончилась неудачно. Помощник сказал, что Евгений Максимович себя неважно чувствует. Наверное, не захотел остаться в памяти зрителей плохо выглядящим. Да, Владимир Петрович, а вот те, кто работал с Примаковым в разные периоды жизни, они как о нем отзываются? Евгений Максимович, можно сказать, знал каждого, и его знали все. Это касается политиков, дипломатов, весь ученый мир, спецслужбы, прессы. Везде он оставил неизгладимый след. И люди вспоминают о нем с особой теплотой. Нельзя не отметить масштаб этой личности, великого человека, государственного деятеля, политика, журналиста, ученого, публициста. Именно Евгений Максимович Примаков, если говорить о мировой политике, сформулировал принцип многополярности, который сегодня доказывает свою безальтернативность. Мне посчастливилось сидеть с ним за одним столом, поздравлять наших общих друзей, отмечать наши общие юбилеи, петь с ним песни вместе в одной компании, читать стихи. Он писал стихи, он был прекрасным поэтом. На его стихи написаны песни, их положили на музыку. Посчастливилось мне писать стихи, которые были посвящены Евгению Максимовичу. Нам будет его очень не хватать. Какая-то масштабная личность. Это великий государственник. Это настоящий патриот. Это замечательный души человек. Для меня он всегда был, если останется учителем и наставником. Я его очень ценил за мудрость, взвешенность и одновременно за очень развитые чувства юмора. Примаков оставил нам наследство, свой талант, свою волю, свою любовь к стране, свое умение налаживать контакты, отношения с кем бы то ни было, из политиков, руководителей, предпринимателей, промышленников. Блестящая карьера и творческого человека, и чиновника, и великого общественного деятеля. Столько книг. Это лучший востоковед мира, лучший арабист мира. Сейчас со всеми руководителями арабских стран влиял на общественную, государственную, политическую жизнь нашей страны. Даже оппоненты Примакова, которые вели с ним в свое время политическую борьбу, признают его огромные заслуги в стабилизации страны. Вы знаете, это вот довольно редкий случай, когда даже и в ситуации какого-то противостояния ты понимаешь, что человек про страну. не согласен, споришь, доказываешь, он спорит, доказывает. Но за этим стоит не отстаивание каких-то собственных политических интересов, а за этим стоит отстаивание интересов страны. И даже когда я не соглашался с его действиями, когда соглашался, это всегда чувствовалось. И поэтому для меня Евгений Максимович это государственный деятель, масштаба адекватного в нашей стране, что не так часто случается. Вот еще говорят, что Примаков умел дружить. Владимир Петрович, кто был в числе его друзей? Ну, мы знаем, что Примаков имел южные корни, а на юге, как известно, отношения к дружбе формируются особенные. Я все время общалась с ним. Он не то, что приглашал, я каждый раз должна была быть у него дома. Каждый мой приезд был, как бы я в свой дом ехала. Я у них, конечно, все время пела. И он сидел, общались мы очень. Он любил мое пение. Ну, нравилось ему. И всегда мне помогал какие-то моменты, когда мне было тяжело. Примаков был очень приветливым человеком. Внимательным, гостеприимным, хлебосольным. По жизни он был крепко связан со своими старинными друзьями, которые сейчас сильно переживают его утрату. Мой самый близкий личный друг нас связывает 60 лет самой тесной дружбы. Это, с моей точки зрения, образец человеческой мужской дружбы, верности, готовности подставить плечо в самую трудную минуту. Ушел моральный авторитет. Человек, который никогда никого не подвел в своей стране, в своем доме, в своей семье. Вообще, вы знаете, вот, обычный человек уходит из жизни, и все говорят о нем, какой он был замечательный. Иногда лукавец. Вот, поверьте мне, спросите у кого угодно. На улице, где угодно. В Сбериси, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Югославии, в любой стране Советского Союза, бывшего уже. Вам никто не скажет, что Примаков человек плохой. Для нас на НТВ каждый синхрон Примакова, так мы называем короткое интервью, становилось событием первостепенной важности. Это всегда было очень интересно. Евгения Максимовича в наших программах будет очень не хватать. Спасибо политике, друзья, коллеги. И наш обозреватель Владимир Кондратьев вспоминают Евгения Примакова, который умер сегодня в Москве на 86-м году жизни. Это программа «Сегодня», далее в нашем выпуске. Серия терактов. В Тунисе преступники расстреляли туристов на пляже, во Франции атаковали газовый завод. Срок сдачи 1 сентября, и не днем позже. Владимир Путин проэспектировал строительство новых домов для хакасских погорельцев из села Узбюр в Хакассе. Сергей Холошевский. Один погиб, сотни спасены, ущерб подсчитывается. А текущая ситуация в Сочи Максим Максимов. Этим утром с разницей всего в несколько часов два теракта сотрясли Францию и бывшую французскую колонию Тунис. На юго-востоке Франции, в окрестностях Гренобля, террористы атаковали завод по сжижению газа. А в Тунисе боевики напали на отели, расположенные в популярном курортном городе Суз. По последним данным, в результате атаки погибли как минимум 4 десятка человек. Большинство из них иностранные туристы. С нами на связи Вадим Глускер. Вадим, ну давайте начнем с Туниса. Что известно к этой минуте? Миш, действительно жертв очень много. Как ты правильно сказал, более 40 человек числятся погибшими. Среди них очень много детей. В основном это туристы из Великобритании, Германии и Бельгии. Как утверждается, террористы проникли на пляж, отели Империал Мархаба и Савива с моря на надувной лодке. Они открыли огонь по туристам, лежащим на пляже из автоматического оружия, которое они пронесли с собой в чехле из-под зонта. Также утверждается, что у боевиков был достаточно большой арсенал и взрывных устройств. Я пришел утром в офис к своему другу и ждал его снаружи. И вдруг началась стрельба. Я видел человека, который стрелял в сторону пляжа. Потом я увидел одного мертвого мужчину и женщину у бассейна, которая была ранена в ногу. Но Министерство внутренних дел Туниса пока не называет точное число нападавших. Утверждается лишь, что один из них все-таки был застрелен на месте происшествия. Надо говорить о том, что достаточно спокойный Тунис в последнее время становится излюбленной ареной, если так можно сказать, боевых действий исламских радикалов. Напомним, что три месяца назад было совершено нападение на столичный музей Бордо. Тогда исламские боевики расстреляли более 20 человек. Многие были взяты в заложники. В общем, Тунис очень неспокоен сейчас, Михаил. Да, действительно. Вадим, а что касается событий под Греноблем во Франции, властям уже известны организаторы этого теракта. Но информация о французском теракте значительно больше нападавшего на завод по производству промышленного газа задержали сразу на месте происшествия, о чем сообщил министр внутренних дел страны Бернард Казнуев. Мы знаем, именно нападавшего это некто Ясин Сахли. Он был фигурантом полицейского досье, состоял в связях с движением исламистов и был объектом наблюдения с 2008 по 2010 год за свою радикальную деятельность. На месте преступления был также найден флаг, который сейчас изучается. Текст на флаге еще не переведен и следствие продолжается. Но, вы знаете, в очередной раз удивляет поведение французских спецслужб. В последние месяцы на территории страны регулярно происходят теракты, расстрелы или захваты заложников. И вот опять, ну почему такой опасный, а главное, ведь всем известный преступник все это время находился на свободе. А проблема все-таки сейчас значительно серьезнее. Пожалуй, впервые боевики перешли от вербовки или какой-то, скажем так, подрывной деятельности на территории европейских государств с конкретным действием, причем показательным, вызывающим действием. Вот, например, во время сегодняшнего нападения на завод террористом ведь был обезглавлен директор местного транспортного предприятия, который просто привез посылку на этот завод. Так вот, отрезанную голову террорист выдрузил на забор предприятия, выставив ее для всеобщее обозрение, ну, чтобы, наверное, еще более устрашить неверных. Михаил. Да. Спасибо, Вадим Глускер, о терактах во Франции и Тунисе. Новое жилье для пострадавших от масштабных пожаров в Хакасии и Забайкалье должно быть сдано к первому сентября. Затягивание сроков строительства недопустимо. Об этом сегодня Владимир Путин предупредил руководителей регионов. Президент прибыл в Хакасию, чтобы лично проверить, как идут восстановительные работы. Путин осмотрел уже готовые дома, которые построили за два месяца. Однако, в ходе разговора с жителями выяснилось, что со строительством в некоторых поселках есть проблемы. Сергей Халашевский передает. Село Узбюр в Хакасии. 12 апреля здесь в один миг сгорели 72 дома. Но уже через два месяца на месте пожаре стоят корпуса новых домов. Хотя, мало кто из местных жителей верил, что государство сможет им помочь так быстро. Владимир Путин прилетел сегодня в Хакасию проверить, как идет строительство и как местная власть справляется с поручениями президента. Это уже второй прилет главы государства в пострадавшую республику за последние два месяца. Новые дома в Хакасии теперь строят из бетонных блоков. Старые ведь были деревянными и горели, как спички. Всего в Хакасии сгорели 1414 домов. Вместе с Владимиром Путиным в село приехала глава республики Виктор Зимин, автор знаменитой фразы в адрес президента. Посадите нас чуть попозже, дайте поработать. Судя по всему, с работой глава Хакасии пока справляется, но другим повезло меньше. С апреля здесь возбуждены уже около сотни административных и уголовных дел по фактам халатности чиновников, которые пренебрегали правилами противопожарной безопасности. В Усть-Бюр сегодня приехали погорельцы из соседнего поселка Бейбулук, который сгорел в апреле полностью. Строительство там еще не началось, а люди два месяца живут в поселковом клубе. В деревне сгорели, ничего не строится. Нам не с вами по сюда приехали. Где это? Бейбулук, Багратский район. Первого мая. Хорошо. Сейчас поговорим. Пожалуйста, даже Зимин ни разу к нам не появился. Сейчас поговорим. У нас никакой стройки нет. У меня вообще маленький ребенок скитается из дома 4 годика. Вот сейчас поговорим по этому вопросу. Поэтому и приехать. Вы сейчас уедете, так оно и останется. Пожалуйста, помогите. На оперативном совещании выяснилось, что задержка со строительством связана, во-первых, с тем, что у людей нет документов, доказывающих право собственности на дом. А во-вторых, из-за нерасторопности подрядчиков. Вот сейчас мы с людьми разговаривали, Виктор Михайлович это видел и слышал. В некоторых населенных пунктах работа практически еще не развернута. Во всяком случае, так, как люди говорят. Нужно это проверить. Я прошу Виктора Михайловича в этих населенных пунктах везде побывать. Понятно, что объем работы большой, но нужно это сделать. Ущерб нанесенной стихии сельским хозяйством и фермерам оценили в 116 миллионов рублей. Всего же на ликвидацию последствий пожаров в Хакасии из бюджета выделено почти 4 миллиарда рублей. По словам президента, все объекты должны быть сданы к первому сентября. Особенно это важно здесь, в Сибири, перед тем, как наступят сибирские морозы. Я прошу местные и региональные власти действовать предельно собранно и ответственно. В том числе, нужно четко определиться с объемами строительства, ускорить подготовку проектно-сметной документации, наладить строгий контроль за качеством возводимого жилья. Владимир Путин призвал чиновников и лично министра сельского хозяйства Александра Ткачева помочь людям со страхованием жилья, сделать его понятным и доступным для всех, для того, чтобы больше не повторять ошибок. Сергей Холошевский, Владислав Дубовицкий, Валерий Киселев, телекомпания НТВ, село Узбюр, Хакасия. Далее короткая реклама и вот, что мы покажем после нее. Один погиб, сотни спасены, ущерб подсчитывается. А текущая ситуация в Сочи Максим Максимов. Европа готовит планы на случай гуманитарной и финансовой катастрофы в Греции. Возможно ли еще избежать дефолта, расскажет Гуляй Вехтелева. Это программа «Сегодня». Продолжаем наш выпуск. Сегодня Сочи приходит в себя после наводнения, охватившего город накануне из-за сильнейшего дождя. Ливень не прекращался несколько часов и за это время выпали две месячные нормы осадков. Под водой оказались целые районы, жителей которых пришлось срочно эвакуировать. На некоторое время прекратил работу аэропорт. Подтопленными оказались летное поле и первый этаж аэровокзала. Несколько рейсов были отправлены на запасные аэродромы. В Сочи сейчас работает Максим Максимов, он в прямом эфире. Максим, как у вас обстановка к этой минуте? Еще утром было тревожно. Оказалось, что повторится вчерашний день. Начался сильный ливень, но он быстро прекратился и теперь в курортных местах уже мало что напоминает о разгуле вчерашней стихии. Оперативно сработали коммунальные службы, да и люди вышли на внеочередной субботник. Но сотни домов до сих пор находятся в зоне подтопления. Мы сейчас рядом с поселком Мирный, он пострадал больше всего. Люди добираются домой на лодках, но вода понемногу убывает, работают пожарные машины. Днем мы побывали в гостях у местного жителя Тиграна Папазяна. Тигран рассказывает, что вода накануне прибывала в считанные мгновения. Едва удалось вывести наверх детей. Он рад, что это случилось засветло, и все уже проснулись, и пострадало только имущество. А вот в соседнем Адлере люди едва видели нашу камеру, по пояс в воде выходили навстречу, и так им хотелось высказать свое мнение. Они считают, что устаревшая инфраструктура, насосные станции и ливневки уже не справляются с своими обязанностями, и, например, Сергей Шкатов в этом и видит причину своих бед. Когда делали дорогу без ливневки, кто подписывал, кто делал эту приемку? Когда новую станцию сдали, кто ее принимал? Когда работает до сих пор станция 50-го года, вся канализация идет, на одном двигателе работает, включите канализацию, не будет этих луж, не будет этого потопа, не будет этих озер, не будет вот этих пострадавших людей. Сотни людей эвакуированы в гостиницы Олимпийского парка, им там обеспечено горячее питание и психологическая помощь, но большинство на душе все равно тревожно, они боятся, что навсегда потеряли свой кров, и некоторые даже не сдерживают слез. Детей нечего одевать, все затопило, чтобы мы копили, все затопило. Вот администрация нас сюда поселила, встретили нас нормально, все, что нужно, принадлежность, все нам дали. Отойдите, отойдите! Достоверно известно, что сразу двух домов лишилась семья Матвеевых в Дагомысе. Суд там обязал местные власти укрепить берег, но решение не было исполнено, и два деревянных дома было унесено в море. Масштабы ущерба сейчас определяются, а в эти минуты идет заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации. Речь идет о многих миллионах, если не миллиардах рублей. А вот прогнозы синоптиков не радуют, они снова обещают сильные дожди. Однако, например, сегодня их прогноз не сбылся, и после обеда светило солнце. Да, спасибо, а тем не менее, многим предстоят долгосрочные ремонты. Максим Максимов в прямом эфире из Сочи, пострадавшего от сильного наводнения. Продолжим разговор о погоде с Андреем Скворцовым. Он присоединяется к нам из метеостудии. Андрей, я тут слышал, что у нас тоже дожди будут. Надеюсь, не такие? Ну нет, конечно, не такие, но думаю, что мало нам все равно не покажется. По порядку расскажу. Область высокого давления стоит в районе Урала, и вот, кстати, из-за нее продолжается аномальная жара на Нижней Волге и в Поволжье. В Самаре в воскресенье до плюс 38. Это уже не Самара, Сахара получается. И вот из-за этого же циклоны не могут пробиться к Уралу. Они упираются в это высокое давление, как лимон. Их выжимает на юге, и затем они идут на север. И вот завтра очередной циклон на юге, конечно, слабее, чем который был. Тем не менее, дожди и на Кавказе, в Осетии, в Ставрополе и в Сочи до 20 миллиметров осадков может выпасть. Но это окончательно погода. Здесь должна наладиться где-то во вторник. Ну а вчерашний сочинский циклон идет через Черноземье, Калугу, Липецк, Тулу на Москву. И вот, кстати, в Калуге и Туле в выходные тоже может выпасть до месячной нормы осадков. Зато в Петербурге чудесная погода плюс 18-20, почти без осадков. Ну а к Москве вернемся после небольшой паузы. Переедание... Так вот, к Москве идут дожди, начнутся они уже сегодня ночью. Будут идти завтра целый день, в воскресенье целый день. Не исключено, что и в понедельник, и завтра, и в воскресенье ожидаем суточный рекорд осадков. Вот такое вот лето, Михаил. Вот, да. Выходные на носу и дожди. Спасибо, это был прогноз погоды от Андрея Скворцова. Сегодня стало известно, что президент поручил провести переговоры с Украиной о продлении транзита российского газа через эту страну после 2019 года. Такое заявление сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Он добавил, что концерн не устраивает нынешние условия транзита. Как раз к 2019 году должны быть введены в эксплуатацию обе нитки газопровода Северный поток-2, который будет доставлять газ для европейских потребителей в обход Украины по дну Балтийского моря. Об этом Алексей Миллер сообщил на собрании акционеров Газпрома. Подводя итоги года, глава концерна сказал, что кризис не мешает Газпрому двигаться вперед. Северный поток-2 будет строиться для новых объемов нашего экспорта. Создание новой транспортной инфраструктуры по кратчайшему маршруту, соединяющему газовые месторождения на севере России и рынке Европы будет способствовать повышению безопасности и надежности поставок по новым контрактам. Сегодня во время собрания акционеров Газпрома был введен в строй новый парагазовый блок на ТЭЦ-12. Она расположена на Бережковской набережной в Москве. Станция, построенная еще в 1941 году, обслуживает запад столицы, а также районы, где расположены правительство и Москва-Сити. Уважаемый Алексей Борисович, блок вышел на номинальную мощность. Спасибо за хорошую работу. Особо подчеркивается, что основное оборудование было изготовлено в России. Столичные власти уже заявили, что использование новых технологий позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в Москве. Греция и ее кредиторы не смогли решить долговую проблему. Европейские лидеры назвали субботу крайним днем, когда еще можно договориться. В студии Юлия Бехтерева деловые новости. Юлия, что сейчас происходит в Брюсселе и на мировых рынках? Можно сказать, что инвесторы в прямом смысле в шоке, потому что все на самом деле обсуждают, что делать в случае дефолта Греции. Действительно. Четыре встречи министра финансов Еврозоны и два саммита за одну неделю не дали никаких результатов. Вероятность успеха невелика, и уже сейчас Единая Европа обсуждает план Б. Речь идет о том, что Грецию в случае дефолта постигнет финансовое и гуманитарная катастрофа. Как пишет Financial Times, страну хотят отгородить, ограничив движение капитала, чтобы кризис не вышел за ее пределы. Брюссель даже не исключает, что Греции придется оказывать гуманитарную помощь, как в случае стихийного бедствия, которым дефолт по сути и является. Сегодня в Брюсселе финальная сессия второго саммита и еще одна встреча Еврогруппы. Но позиции сторон теперь даже дальше друг от друга, чем были вчера. Греческий премьер Ципрос обвиняет кредиторов в шантаже, а те говорят, что игра практически окончена. Но само собой, мировые биржи всю рабочую неделю отыгрывали сигналы, которые поступали из Брюсселя. Позитив сменялся негативом, но надежда все-таки оставалась, ведь переговорщики обещали успеть в срок и закрыть вопрос до конца этой недели. Но, увы, прогресса до сих пор нет, а завтра торгов уже не будет, поэтому сейчас американские и европейские площадки, можно сказать, просто стоят на месте. Инвесторы не знают, как и на что реагировать. Ну, а наши РТС и МВБ все-таки сегодня смогли закрыть неделю в зеленом. Доллар на выходные 54,81 рубля, евро 61 рубля 41 копейка. Российским банкам вскоре могут разрешить обслуживать клиентов по загранпаспортам. Сейчас это возможно только для тех, у кого есть двойное гражданство. Как пишет известие, инициативу уже обсуждает Центробанк с Федеральной миграционной службой. Человек сможет открыть вклад, взять кредит, обменять валюту и перевести больше 15 тысяч рублей, даже если он обычный паспорт потерял, его украли или меняют на новый. По данным ФМС, сейчас загранпаспорта есть у 30% россиян. Эксперты говорят, что банкам будет нетрудно работать с заграндокументами, но нужна система их проверки по типу той, что есть у ФМС для российских паспортов. Ну что, мне кажется, удобно. Ну вот еще один повод сделать загранпаспорт. Да, действительно. Спасибо, Юлия Бехтерева с экономическим обзором дня. Ну и в завершении выпуска вернемся к печальной новости о смерти Евгения Примакова. Одним из самых драматичных событий в его политической карьере был поступок, который мировая общественность еще долго обсуждала, когда он принял непростое решение развернуть самолет над Атлантикой по пути в Вашингтон. Так Примаков отреагировал на новость о том, что США начали бомбить Югославию. Вот фрагмент интервью Евгения Максимовича, где он подробно рассказал, как это было. Когда мы сели в Шиноне, позвонил наш посол и сказал, что он уверен, что будет принято решение о бомбардировке Югославии. Я связался с Гором и попросил его сообщить мне на борт самолета, сказав ему, что я все-таки вылетаю из Шинона два с половиной часа подлетного времени до Соединенных Штатов. Я, естественно, нервничал, потому что никакого сигнала от него нету. Я тогда сам ему позвонил. Сам позвонил, и он мне сказал, что, говорит, давайте или прилетайте, или давайте сделаем тогда такое заявление, что мы огорщены, что так себя ведет Милошевич, и в этих условиях давайте договоримся о том, что ваш визит откладывается. Я говорю, такого заявления я делать не буду. Я сделаю другое заявление, что в связи с принятым американским руководством решения я решил прекратить свой полет. Позвонил Ельцину и сказал ему о том, что я принял такое вот решение, и развернул уже самолет. Он выслушал молча, сказал, что, ну, хорошо, правильно, а керосина вам хватит долететь? Горючего, как он сказал. Я сказал, да, хватит. КОНЕЦ КОНЕЦ